для меня так и было еще чуть а я объясню почему я сегодня так мне этот момент очень для меня комфортен и важен потому что весь мой аппарат пианистический он как бы погружается у меня студент был который сидел там у него руки примерно вот так я себя удивлялась как он играет как он играет невозможно неудобно неудобно здесь погружение идет глубокое погружение все как бы скатывается в ощущение кончиков это очень важно вообще для выразительности очень важно как вы ощущаете клавиатуру потому что вот эта свобода аппарата свободная кисть свободная локоть неприжатый вот это очень важно когда первая пьеса называется да и кстати опираясь на то что я имела дело с каким-то народными интонациями и жанры тут же юный музыкант познает жанры свадебная протяжная то что характерно для русской традиции первых называется свадебная и здесь уже ставится несколько задач таких необычных не просто мы знаем что обычно клавиш инструмента идет от свободы плеча от свободы а здесь помимо того ставится задача уже слышать фразеров внутренняя фразеровка которая есть задача уже в этой первой пьеске который как бы прикасается к инструменту и вот не просто переносы свободные допустим а у него уже есть фразы куда он стремится вот и и и и самая первая легкая пьеска и и и вот у него устойчивое проникновенное ощущение кавриатуры уже начинает появляться если он работает допустим с ощущением это очень я естественно перескакиваю потому что невозможно я хочу просто предать вам например такой классику и вот очень часто тогда ударение а простой секрет все никаких нет проблем но отработать это надо потому что кстати допустим но если вы обратите внимание в редакции были на ветер распространенной редакции а если если перенести вот эту точку по фразе получается необходимый штрих он должен его услышать у меня пьеса у ворот трава уже автоматически это получается потому что кисть работает вообще проблема с кистью очень большая потому что она зажата если кисть зажатая вот эта зажатость идет выше локоть прижимается и тогда звучит вот этот звук а когда кисть свободная вот это вот на этих самых упражнениях вот оно и хорошо развивается если сразу понятно вот эта вот техника штриха из таких пьес конечно появляется масса разных штриху но я хочу сказать ладова ладова вот эта пьеска она так немножко по-другому слышит вот в этой народной интонации здесь уже много много штрихов и пьеса расцвечивается не только за счет лада а за счет вот эти вот штриху потому что овладение множество штрихов например партамента очень трудно штрих очень трудно требующий вот это пластики требующие вот этого ощущения полной свободы кисти и стояла тут дело тут уже протяженность протяженность кстати тоже разные штрихи если в левой руке это тянута а в правой руке уже легата и и и и и и и и и в и и и и и в и и и созд Mu и и Если вдруг переменные, то все, то тут затот начинается в мозгах у юных музыкантов. Они никак не могут понять, как это, где тактовая черта, куда она переносится, и как, и почему. Действительно, это просто воспитывается тем ощущением пульсации. Ощущение пульсации в ритмике очень важно. Он должен слышать пульс, как свое сердце он слышит. И поэтому у него не будет проблем, если он насквозит, то тот слышит пульс. Кстати говоря, вот это ощущение пульсации, на мой взгляд, помогает очень в венской классике. Тогда начинается появление, естественное появление формы произведения. Вот если он теряет пульс, и он не знает, где он находится, Никакие, как говорится, вещи не помогут, если и до тех пор, пока он не услышит это. Биение, биение музыки, пульс, обязательно. Вот, например, такая пьеса из этого раздела. Здесь ощущение пауз должно быть очень хорошее. И фьеза, которая называется, набираем в синкопы. Вот синкопы, кстати, вот тот момент, очень рисунок, который сейчас и любит играть. И вместе с тем, все-таки, это очень сложный момент. То же самое ощущение пульсации. Так называется, набираем в синкопы. Пока не услышишь вот это вот ощущение в левой руке, в правой руке. И тогда появляется вот эта вот синкопка, естественное движение. Летническое рисунок. Вот пьеса «Веселая прогулка». Здесь впервые появляется педаль. Ощущение педали дает вот ладовую, очень интересную краску. Пьеса «Веселая прогулка». Или на три восьмых, еще одна пьеса. Здесь тем она интересна, что помимо ритмического рисунка, его развития, здесь есть постоянные такие педали, которые слышаны, она дает третий голос. И вот тогда получается так. Пьеса «Веселая прогулка». переменного метра, значит, здесь двухдольный и трехдольный. Две четверти, три четверти. Называется «озорной пульс». Пьеса «Веселая прогулка». А вот еще одна пьеза, медленная, но здесь переменные 6 восьмых и 5 восьмых. Субтитры создавал DimaTorzok